Сейчас у нас будет выступать Вера Сибирцева. Это директор персонала компании МИЛИ по России, Казахстану, Украине. Сегодня поговорим про МИЛИ-менторинг, опыт внедрения и результат первых лет жизни программы. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Я даже почерпнула много-много приятного. Я тоже скачала книгу Владимиру. Большое спасибо. Мы очень любим МИЛИ-менторинг, поэтому одни бенефиты сегодня. Прям праздник. Сейчас я поделюсь с вами экраном. А подскажите, пожалуйста, сколько у меня будет времени? Смотрите, у нас по таймингу... ...выстреления, мы можем немножко держать. Мне нужны еще, наверное, совместные доступы к ссылку. Так. Видите ли вы сейчас мой экран? Да, все видно. Единственная большая просьба. Можете сделать полный экран, чтобы... Она идет. Она идет. Она идет. Она идет не туда. Сейчас возьму. Что сейчас происходит на экране? Не подскажете? Видно в полном экране презентации. Прекрасно. Это прекрасно. Прекрасно. Все, тогда мы начинаем, коллеги. Я хотела сегодня поделиться с вами опытом внедрения менторинга. Вообще рассказать, что это за инструмент, как мы к нему пришли. И, может быть, кому-то в задачах текущих это будет интересно. Я расскажу, как локальная программа уже получила свое распространение глобально в группе компании «Мили». Итак, немножко о компании «Мили». Это семейная компания, нам больше с 20 лет, в России больше 20 лет, и мы отвечаем за кластер, который уходит помимо России, Казахстан и Украина. Область деятельности – это продажа и обслуживание бытовой техники премиального класса. Еще у нас есть профессиональное оборудование. То есть я думаю, что многие из вас знакомы с нашей техникой. Она стоит того, чтобы с ней познакомиться. Всегда, ну не знаю, я как HR-директор, наверное, задаю себе вопрос всегда, чтобы что, да? То есть вот если мы внедряем менторинг, то с чего это началось, да? Как появилась эта система? Мы разрабатывали новую систему корпоративных компетенций, которая требовалась в соответствии с реализацией корпоративной стратегии. Мы хотели внедрить оценку по компетенциям, обеспечить поддержку развитию корпоративных компетенций, непрерывный процесс обратной связи и получить инструмент для адаптации, развития и удержания талантливых сотрудников. То есть все достаточно прозрачно. Вот это коротко останавливались те компетенции, которые мы получили в рамках этого глубокого, большого проекта. И, соответственно, как этот проект проходил? То есть мы начали это исследование, оно было достаточно долгим. Вы видите, что в июне мы начали процесс. И в августе 2019 года мы анонсировали новую систему компетенций. И дальше нужно ее внедрять в жизнь компании. Соответственно, есть корпоративные проекты. Мы тоже очень любим геймификацию. И были проекты, которые поддерживали новую модель. Нужно было найти IT-решение для оценки по компетенциям. И первый квартал 2020 года, а вы все знаете, что нам принес первый квартал 2020 года, был достаточно жестким. Но именно в прошлом году мы провели оценку по компетенциям. И, соответственно, в итоге мы получили пулу наших талантов. Тоже они. То есть это сотрудники, у которых высокие оценки по результатам компетенции, оценки, высокие результаты эффективности деятельности, перформанса. И у них есть потенциал. То есть они готовы к следующему шагу, и они активно говорят о своих амбициях. И для них, естественно, была создана программа. Потому что всегда, если ты получаешь что-то, ты должен думать, что с этим надо делать. А номинация в кадровый резерв входит в эту программу. Возможно, участие в корпоративных программах, если наши таланты становятся руководителем. А у нас их каждый год, наверное, где-то 4-5 человек, которые занимают параллические позиции. Система менторинга. Вот как раз менторинг зашел именно как часть программы развития талантов. И менторами первый год являлись топ-менеджеры. И цель была развитие таланта. А обучение, соответственно, с планом развития у нас есть программа для талантов, стажировки и возможность стать не только руководителем, но и руководителем корпоративного проекта. И вот встал вопрос, как раз когда мы сформировали пол, про менторинг. И мы подумали о том, что это будет очень классный инструмент, когда своими силами, своим опытом мы можем давать что-то нашим сотрудникам. Здесь эмблема, которую тоже разработали мы сами, разработал наш ТМД Яна Жарова. И она выглядит так символически, метафорически, я бы сказала, что это две птицы, но это два орла, которые летят. И уже то, что они являются орлами, говорят о том, что это два сильных специалиста, которые могут обмениться опытом. И миссия программы, о которой мы подумали и о которой мы всем рассказали, это модель стратегического партнерства, которая способствует развитию и обмену знаниями внутри компании. То есть вот здесь, наверное, ключевым является стратегическое партнерство взрослой-взрослой. Роли. Паролям тоже было все интересно. Естественно, участники процесса – это менти и ментор, и HR, который помогает коллегам в этом пути. Да, чуть позже я вам расскажу, наверное, какая метаморфоза произошла на пути формирования этого процесса. Ну, наверное, коротко остановлюсь для тех, может быть, кто первый раз зашел в этот опыт. Ментор – это какая у него роль? Поддержка, обучение, развитие, достижение, успеха, менти. То есть ответственность за достижения – они у самого менти. А ментор ему в этом помогает. И про несколько этапов. То есть 2020 год – это было только руководители уровня топ-менеджера, то есть это генеральный директор минус один, были менторами для менти, для пулу талантов. По прошествии первого года на нашей конференции мы рассказали сотрудникам об этом опыте, и наши сотрудники задали вопрос. Те, кто не является талантом, а почему бы нам тоже не использовать этот инструмент? И второй год реализации программы мы уже расширили пул руководителей, которые прошли сертификацию обучения, и этот инструмент стал доступным для всех желающих. То есть если ты не талант, но ты хочешь использовать его для роста – you're welcome. Минти, роль менти – быть открытым опытом ментора и сформулировать запрос в цель. Это очень важно. Я расскажу потом о том, как мы обучаем наших менти. И, как я уже сказала, что в этом году этот инструмент в нашей компании доступен для всех сотрудников, потому что мы расширили пул ментора. А сейчас немножко о метаморфозе, которая произошла. Тоже очень интересно. Ну, конечно, можно было расстроиться, как HR, потому что мы хотели организовывать для них встречи, мы хотели давать им бланки обратной связи. А нам сказали, что мы взрослые, мы можем это сами. То есть вы запускаете этот процесс, и дальше мы уже приходим, мы рассказываем вам, как HR, о том, как он прошел, как он завершился. То есть вот мы даем вам обратную связь. И это нас сначала с Яной как-то немножко поразило, но потом мы поняли, что, наверное, уровень развития организации уже на достаточно высоком уровне, когда в этом процессе есть два самостоятельных человека. И как мы изобразили на эмблеме, это два орла. Поэтому роль HR, коротко и с юмором, она вот такая. А если более подробно, то это координация процесса, это подбор инструментов, это поддержание процесса развития менторов, это коммуникация процесса и презентация результатов внутри компании, это запросы обработки обратной связи, для того, чтобы понять, как можно идти дальше в этом процессе. Карта менторинга. То есть вот карта – это то, что делает процесс абсолютно прозрачным и понятным для любого человека. И вы видите, начинается любой процесс с обучения. То есть обучение должно быть у менторов и у менти, потому что все должны входить в этот процесс абсолютно осведомленными о том, как он будет происходить. Это очень важно. Формирование пар ментор-менти, встреча-знакомство. И вот тут тоже очень важно, чтобы, ну, наверное, ну, не внести какой-то деструктив. То есть вот после встречи-знакомства, правда, у нас, наверное, только одна такая была встреча, когда ментор и менти сказали, что, наверное, они не пойдут вместе. На встрече-знакомство, хотя мы все знакомы внутри организации, мы больше узнаем от друга, возникает рапорт, и пара ментор-менти понимает, что они могут идти дальше, потому что это достаточно такое личное путешествие. Дальше идут сессии от пяти до десяти. Это, в принципе, зависит от запроса и от результатов. И у любого процесса должно быть завершение. То есть завершение внутри пары, обратная связь, расставание именно пары ментора-менти и коммуникация внутри компании. Это тоже очень важно для того, чтобы процесс развивался и рос внутри компании. То есть success story – это то, что HR должен делать в этом процессе. Если, конечно, есть success story. Обучение менторов и менти. Немножко подробнее о том, как это происходило. И, соответственно, да, о важности я уже сказала. То есть мы в 2020 году, еще до того, как начался локдаун, мы решили, что у нас будет обучение для менторов. Мы уже выбрали место, двухдневная программа совершенно вне стен офиса. И нас, естественно, в этот момент закрыли. И бизнес решал вообще о том, как он будет жить в этих новых условиях. Онлайн-инструменты, Teams и прочее-прочее. И даже кто-то из топ-менеджеров сказал, Вера, может быть, сейчас не время этому. Но почему не время? Потому что мне кажется, что менторинг как раз помогает в очень сложных условиях и тоже очень хорошо работает. И мы решили не откладывать. Мы сделали онлайн, мы перешли в Teams и разбили программу на несколько блоков для того, чтобы решать важные текущие задачи. Дальше был семинар по методологии MBTI. Я расскажу, что мы используем эту методологию для того, чтобы сформировать пары. Это nice to have, но все равно очень интересный инструмент. И обучение менти. В МЕНТИ очень важно дать им всю информацию о процессе, научить их, как сделать свод-анализ и сформировать запрос, потому что без запроса не работает никакой инструмент, будь то коучинг, менторинг и психотерапия даже, как один из инструментов уже личностного развития. Нам помогал в этом Международный университет Global Coaching. В этом процессе мы благодарны нашим менторам, которые помогли нам узнать максимально о том, что есть менторинг, и научить нас этому. Формирование пары ментор-менти. Как я уже сказала, мы используем тест MBTI, ну, nice to have, чтобы сформировать пару наилучшим образом. Ментор заполняет анкету, у менти есть анкета, что тоже помогает нам в этом процессе. И могу сказать, что вебинар по методологии MBTI у нас внутренних талантов очень много. Сам генеральный директор проводил для всех нас и проводит сейчас каждый год, потому что он большой фанат этой методологии, очень хорошо ее знает. То есть у нас даже были внутренние эксперты для того, чтобы рассказать о том, что есть MBTI. Вот так выглядит анкета ментора. Это моя анкета. И вы видите анкету Минти, это анкета Яна Жарова, которая как раз была и есть. Одним из идеологов менторинга в России, а сейчас уже Казахстан и Украина, и не только. Как это работает? То есть мы ищем по MBTI совпадения. Лучше и различия. Лучше иметь все-таки различия в профиле. Почему так лучше научиться чему-то другому? Посмотреть, как другой человек реагирует на ситуации, как он мыслит, как он поступает. Это вот правило, которым нас тоже научили, и мы в практике поняли, что это очень хорошо работает. Далее мы проверяем соответствие запроса и экспертизы ментора. То есть у Минти есть запрос, но нужно, чтобы у ментора была экспертиза. И дальше ищем еще интересные, полезные точки соприкосновения, которые сделают эту пару более эффективным в будущем. Итак, инструменты развития и мотивации менторов. Вот тут тоже такой вопрос, который является очень важным и интересным, потому что все считают, что менторы — это же руководители, и они уже сами высоко мотивированы. Ну, не работает это так. То есть в начале пути, когда ты изучаешь что-то, поддержка нужна абсолютно всем, особенно менторам. У нас были групповые и есть групповые супервизии. Каждый месяц мы встречаемся и обсуждаем. Да, это конфиденциально, но все равно есть какие-то такие кейсы, которые мы помогаем друг другу лучше изучить. На первых стадиях было так. Кто-то рассказывает о сложности в работе, и кто-то говорит, да, у меня же такая же проблема. То есть вот и групповая супервизия — это даже момент роста компании, когда руководители очень откровенны друг с другом и действительно могут признаться в том, что они чего-то не знают. И как ответ — быть сильнее, потому что команда им помогает. Менторинг сессии, менторинг ментора по запросу. Даже есть такая у нас опция. Если вам нужна не групповая супервизия, а личная встреча, скажите об этом. И встречи с известными менторами. У нас были такие встречи в прошлом году. Для чего нужно, чтобы набраться опыта, прокачать эту мышцу ментора, и вообще узнать, на какие подводные камни наступали менторы, которые работают уже много лет. Что их вдохновляет, какие интересные у них были открытия в этом пути. Это тоже очень-очень важно для того, чтобы поддерживать и повышать мотивацию участников этого процесса. Конечно, очень важно сделать очень подробное и очень простое одновременно руководство к действию. То есть есть книга ментора и книга о ментии. Книга ментора может быть чуть побольше, потому что есть такие моменты, как собирать обратную связь, на какой сессии лучше это сделать. И книга ментии, которая тоже рассказывает вообще, как проехают сессии, что нужно в качестве обратной связи для того, чтобы процесс был более эффективный, уже от ментии к ментору. У нас завершился первый год. Это одна из... То есть здесь немножко обратной связи от коллег ментии, которые ее прошли. И, как я уже сказала, что в начале 2021 года была ежегодная конференция сотрудников, на которой как раз сотрудники сказали, давайте подумаем о том, чтобы этот инструмент был доступен всем. И в этом году мы сделали водные семинары о менторинге. Руководители уровня уже, минеральный директор минус два, заполнили анкету, если они хотели участвовать. Прошли отбор. Ну, практически все получили эту возможность пройти сертифицированную программу, сертифицироваться. Дальше воркшоп для менти, уже для новых. И в июле, соответственно, сформировались новые пары, которые сейчас в процессе. Немножко о таких вот параметрах оценки этого процесса. То есть вы видите, что в сравнении с 2020 годом, в 2021 в два раза увеличилось количество менторов, количество менти увеличилось больше, чем в три раза. 14 пар были в этом процессе в прошлом году, сейчас 27 еще до конца года формируются. Оценка, которую поставили менти с точки зрения шкалы достижений от 1 до 10, ведь 8,9 достаточно высокая. НТС менторов 95, 86 менти, тоже достаточно высокие показатели. И если мы говорим о достижениях, которые были в процессе менторинга в прошлом году, то я привела здесь несколько цифр. То есть три сотрудника получили продвижение на международной позиции. Два сотрудника возглавили крупные международные проекты, региональные и международные проекты. И четыре сотрудника, кто прошел этот процесс в прошлом году, они в этом году впервые стали руководителями. Вот, у меня есть еще два видео, но для того, чтобы не моими устами, а те сотрудники, которые были ментией и ментором, рассказывают о том, что это для них. Но я должна узнать, есть ли у нас для этого время. Да, да, мы можем посмотреть видео. Нужно только переподключить, наверное, демонстрацию. А я сейчас попробую, вы мне скажите только громко тогда, если вдруг оно не пойдет, ладно? Первое видео — это видео одного из наших менторов, который рассказывает о том, что этот процесс вообще ему принес. Здравствуйте, меня зовут Сергей Кабанов. Я директор по продажам бытовой техники МИЛИ. И вот уже больше года я являюсь... Ира, у нас есть звук, но нет видео. Мне всегда нравилось делиться знаниями, опытом. Потому что, когда ты делишься знаниями и опытом, ты всегда получаешь знания и опыт взамен. Это та самая ситуация, когда один плюс один равно три. А вот когда мы... Так, у вас есть звук, но нет видео. Я, к сожалению, не знаю, мы пробовали его. Подскажите, если что-то я сделала не так, потому что я больше знакома с Teams, нежели чем с Zoom. Но... Олегик. В прошлый раз, да, мы включали видео. Что нужно делать? На самом деле можно послушать, мне кажется, аудио. Если это просто... Давайте аудио послушаем. Если так получилось, значит, так получилось. И сейчас опять я тогда поставлю аудио. Именно ментора. Что он рассказывает Сергею Кабанову о том, что для него этот опыт. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Кабанов. Я директор по продажам бытовой техники МИЛИ. И вот уже больше года я являюсь ментором внутри компании. Мне всегда нравилось делиться знаниями, опытом. Потому что когда ты делишься знаниями и опытом, ты всегда получаешь знания и опыт взамен. Это та самая ситуация, когда 1 плюс 1 равно 3. А вот когда мы прошли обучение по менторингу внутри компании, я понял, как строить этот процесс более эффективно и более структурированно. И теперь после года применения менторинга, я вижу, насколько это эффективный метод для развития талантов, для развития компании. Я вижу, как менти становятся более уверенными. Они становятся более эффективными. Они достигают своих целей. При этом это позволяет и мне посмотреть на процессы компании, на взаимодействие внутри компании с другой стороны и постараться изменить их так, чтобы это было удобно для всех. Таким образом, когда вы внедряете менторинг, вы достигаете два больших плюса. Вы развиваете таланты, вы улучшаете деятельность компании. Поэтому я призываю вас всех активнее внедрять менторинг, активнее его использовать. А кроме пользы компании, это позволит вам самим расти не менее эффективно. И сейчас я покажу вам, покажу, опять путаю, будет аудио от Минти. Как раз это пара международная, ну как международная, внутри кластера, это пара работала вместе, руководитель ментор, это сотрудник российской организации и украинской сотрудник организации Минти. Что она нам расскажет о том, что ей дал этот процесс. Меня зовут Людмила Вихрицкая, я менеджер с операционной поддержки сервиса, работаю в компании Миле два с половиной года. Я являюсь талантом компании, и у меня была возможность поработать с ментором из топ-команды Миле РКЮ. Это был мой первый опыт знакомства с менторингом. А в результате работы с ментором мне удалось решить свой запрос, посмотреть на ситуацию по-новому и найти нестандартное решение. Миле Менторинг — это крутой проект, который я рекомендую своим коллегам как эффективный инструмент для личного и профессионального развития. Вот, коллеги, это обратная связь, чтобы я не была единственным спикером и не говорила за этот проект в одиночку. И да, to be continued, наверное, здесь я добавлю, что из последнего, что произошло, у нас достаточно такая компания Миле Глобально, которая собирает очень много best practices, которые применяются уже глобально. И программа Миле Менторинг Миле РКЮ, то есть нашего кластера, была выбрана за основу глобальной программы, которая сейчас будет внедряться. во всех компаниях, группах компаний Миле. То есть у этого проекта есть продолжение. И вот информация о нас, о тех, кто владеет, наверное, в наибольшей степени всей методологией Менторинга и нашим опытом, который мы прошли. Если у вас будет желание и, соответственно, будут какие-то вопросы, когда уже вы применяете этот инструмент, внедряете, пожалуйста, я Нажарова, я, Вера Северцова, мы готовы вам рассказать больше, нежели я показала сегодня в рамках этой презентации. Всё, я тогда останавливаю демонстрацию, выхожу снова в эфир. И если есть какие-то вопросы, большим удовольствием на них отвечу. Да, Вера, спасибо большое. Дорогие участники, задавайте вопросы. Вера на них расскажет. Вообще, на самом деле, хочу выразить искреннюю приверженность к вашей компании. У вас очень хорошая техника. Спасибо. У меня супруга занимается дизайном интерьеров, она только вашу технику ставит всем своим клиентам. Спасибо. Это прекрасный отзыв, потому что наши клиенты — это те, кто даёт нам как раз информацию самую достоверную от нас и для которых, соответственно, мы делаем всю эту прекрасную продукцию. Да. Смотрите, у нас уже есть несколько комментариев и вопросов в чате. Кирилл спрашивает, любопытно, как поддерживать все эти анкеты в актуальном состоянии? Кирилл, у нас есть, знаете, мы не скрываем ни от кого эти анкеты. То есть у нас есть специальный канал в MS Teams, где все анкеты менторов и менти есть. То есть у нас согласие всех участников процесса. Например, есть сотрудники, которые думают сейчас о том, чтобы войти в этот процесс менторинга. И первое, что они могут сделать, они могут прийти в этот канал MS Teams и посмотреть вообще, кто из менторов есть, у кого какая область экспертизы, у кого из менторов какая задача драйвит, челенджит в большей степени. И, соответственно, все новые анкеты МИНТИ мы помещаем туда. И если кто-то из менторов хочет что-то изменить в опыте или в задаче, которые его вдохновляют, мы тоже меняем. Просто сам человек приходит и говорит, слушайте, я хочу что-то изменить. И это легко делается. То есть статус, как это все живет, это живет в канале MS Teams. Живет достаточно хорошо. Спасибо большое. Здесь еще от тебя добавлю немножко. Я являюсь просто ментором на платформе такой внешней, Solvery. И там достаточно много собрано менторов с разных компаний. И все действительно анкеты поддерживают сами менторы. То есть они сами заходят, сами обновляют, сами редактируют. Иногда просто при каких-то нововведениях приходят какие-то оповещения, что добавьте видео или сделайте вот это у нас новый функционал. Еще у нас есть вопрос. Подскажите, а пары ментор МИНТИ составляете вручную или это автоматизированный процесс? Нет, это не автоматизированный. Наверное, вот сейчас, когда это будет уже глобально на группу компании Мили, мы будем думать о каком-то IT-туле. Так как мы видели, что у нас пар было 14 часа 27, то есть это абсолютно легко пока сделать вручную и даже мы придаем некую бутиковость этому процессу. То есть когда мы садимся, изучаем запрос, изучаем тест МИНТИ, мы думаем, как лучше сформировать пару, потому что у некоторых менторов, у нескольких менторов может быть одна и та же область экспертизы. Но когда мы видим, что, например, люди из одной функции, это не очень правильно для процесса менторинга, потому что как и профиль личностный, так и опыт должен чуть-чуть разниться. Но есть какой-то вообще только, например, запрос на IT, и понятное дело, что тогда IT-ментор придет из функциональной данной области. Но, конечно, вот это вот создание вручную пар, оно придает такой вот, опять, как я сказала, больше внимания, и, конечно, пока мы это можем себе позволить по количеству пар. Но потом надо будет думать. Хорошо, спасибо большое. Друзья, задавайте еще вопросы в чате, пока у нас есть пара минут. Вера, а может, расскажете немножко инсайд? Идея с созданием менторингов внутри компании «Мили» это пришла с глобальной компанией, или это родилось внутри все-таки? Нет, это родилось внутри. Как раз я сказала, что сейчас очень интересный опыт, что глобально, когда мы рассказали на региональных встречах, потом на глобальных о том, что есть менторинг, как он работает у нас в кластере, коллеги сказали, как интересно, зачем нам изобретать велосипед, давайте-ка мы тоже глобально посмотрим вот вашу концепцию за основу глобальной системы групп компании «Мили». Она родилась в силу того, что когда мы сформировали после оценки первый пул талантов, мы подумали, а что еще можно для них сделать? Ну хорошо, тренинговая программа с привлечением провайдеров. Окей. Промоушен, succession pool, да, то есть, но есть руководители, у которых есть самый бесценный, как мне кажется, такой вот опыт, которым можно поделиться. Чем еще хороший менторинг? Это же не навязывание. Если наш коллега Ментик говорит, а вот была ли у вас такая ситуация, можете поделиться. И дальше, когда вот, например, я по своему опыту скажу, я рассказываю о том опыте, который у меня был. А на следующей сессии, на основании моего опыта, Ментик может сделать абсолютно другое. Ну то есть, он его учитает, но он идет своим путем. Это тоже потрясающее, конечно, вот потрясающее такое ощущение, что твой опыт помогает сделать еще что-то. То есть, это не копирование. То есть, вот Ментик, особенно таланты, они очень жадные до информации, но они работают так, они изобретают что-то новое. То есть, вот есть опыт. Просто копировать, это слишком просто. Тем более, мы все разные, и не все могут применять одни и те же стили, например, в управлении или в решении каких-то задач. И вот это вот абсолютно дивное ощущение, когда ты видишь, что на основании твоей работы с Менти рождается новый опыт. Вот это прям такой инсайд изнутри, я бы сказала. Еще вопрос от Любови, задает вопрос. Приглашаете ли вы внешних менторов, коучей? Вы знаете, вот когда, вообще у нас такая достаточно продвинутая компания, мы, например, командный коучинг внедрили в 2013 году. То есть, мы начали с коучинга, у нас есть сертифицированные коучи, я прошла сертификацию, генеральный директор прошел сертификацию у нас. И коучинг у нас, например, для топ-менеджеров есть внешний коуч. Мария Макарушкина, языкописи, очень сильный коуч. И любой топ-менеджер, например, по запросу может воспользоваться этим инструментом. И, да, есть коучи, которые работают тоже по запросу с руководителями нашей компании. Но менторинг, он для меня сейчас очень такое большое открытие, потому что это опыт изнутри, это стратегическое партнерство изнутри. Поэтому мы пока не привлекаем внешних, потому что у нас достаточно менторов, и у нас еще много руководителей есть в таком запасном эжелоне, которые пока смотрят вообще, им интересно это, потому что войти в эту программу и стать ментором, это должен быть внутренний запрос. Очень интересно, что когда мы начали обучение в 2020 году, вы знаете, с чего началась первая сессия? Ну, это, конечно, зная нашего генерального директора, который обладает очень высоким эмоциональным интеллектом, он нас прочелинжил, то есть вот задал нам такой вопрос, а можете каждой рассказать, вам вообще это зачем нужно? Ну, может, нам вообще это не нужно? И вот это была очень хорошая откровенная сессия, может, мы потратили на нее там, не знаю, полтора часа, но из обучающего всего времени мы догнали, но это было очень важно, то есть каждый из менторов должен сформулировать, зачем ему это нужно, потому что просто так компания хочет внедрять менторинг, не работает. Ментор будет работать только так, в таком случае, если это ему приносит для себя какое-то развитие, вот это вот очень важно. Поэтому пока у нас этот вот инструмент внутри, менторы из организации, менти из организации, но сейчас внедрение им глобальное, это будет уже внутри большой организации, но будут уже, наверное, менеджеры и менти из разных компаний. Это придаст новый опыт, новую кровь вот этому процессу. Международные пары, это вообще классно. Давайте еще один заключительный вопрос. Ева спрашивает, сработает ли такой подход на зумерах? На зумерах? Подскажите мне, пожалуйста, я вот с этой методологией, я еще являюсь психотерапевтом, есть люди, понимаете, они такие, какие есть. Может быть, человек, которому 50, он чувствует себя и энергичен, как 18-летний. А бывает 18-летний, который уже немножечко чувствует себя взрослым очень. Но это тоже такие моменты. Назовите зумера, это какой возраст? Это возраст в районе 20 лет сейчас, если я не ошибаюсь. Ну, до 20 лет. До 20 лет. Могу сказать, что такого опыта у нас нет в силу того, что у нас, наверное, самый младший член нашей команды после института, то есть это 23-22. Поэтому работает ли менторинг на зумерах? Я могу сказать, как работают на молодых, но это, наверное, уже не зумеры, 24 года. Я, наоборот, замечаю, что молодое поколение, молодые сотрудники, они более любопытные, что ли. Потому что у нас есть система онбординга, и я провожу встречи с каждым сотрудником, который завершает онбординг в течение первых трех месяцев. И я замечаю, что молодые задают столько классных вопросов, и меня прям вот реально драйвит. А если есть любопытство, мне кажется, что менторинг — это тот инструмент, который работает с людьми, у которых вот любопытство, интерес к чему-то новому, он очень сильно развит. Молодое поколение, мне кажется, обладает вот этой способностью удивляться, любопытными быть. но опыта реального пока мы не имеем, потому что у нас вот такая вот организация, не могу сказать, что старая, но пока еще только готовящиеся принять совсем молодых людей, которые только вступают в жизнь. Вера, у вас есть еще пара минут, чтобы ответить еще на один вопрос? Я с удовольствием. Я прям просто совершила одну встречу, правда, на английском языке, пришла к вам, и я прям готова побыть с вами, потому что мне очень нравятся вопросы. Я люблю вопросы. Это прекрасно. Есть такой интересный вопрос, Татьяна спрашивает. Есть ли какие-то преференции для менторов? Преференции? Что это значит? Я предполагаю, что это какое-то поощрение для тех, кто вызвался стать ментором. Зачем это нужно тем людям, которые будут преференцией? Да, поняла. Я могу сказать, что самое главное проходит этот процесс. Это внутренний рост. Ну, то есть вот мы уже, наверное, на таком уровне, когда базовые потребности пройдены, и есть потребность самореализации. А вот передача опыта, мне кажется, это вот та самая самореализация, когда ты можешь передать опыт и увидеть, как я уже сказала, что строится что-то новое на твоем опыте. И это потрясающее чувство для вот именно, наверное, того, чтобы быть вот и наслаждаться вот этим моментом самореализации. Если мы говорим про какие-то бенефиты денежные, их нет. Мы рассказываем секс-история о менеджерах и, кстати, публикуем отзывы. Ну, кто-то хочет говорить свою фамилию, кто-то не хочет, это как бы зависит от сотрудников. Мы рассказываем о опыте работы с ментором. Это тоже как-то, не знаю, приносит удовлетворение ментору, потому что он видит, что еще есть и отзыв, который видят все. То есть это приятно, это рекогнишн, то есть это как раз вот благодарность за то, что они делают то, что помогает другим расти. И вот действительно, я в ответах сама еще понимаю и проживаю какие-то интересные моменты, и что-то в осознанности появляется новое. Действительно, для менторов поощрение это развитие менти и свой новый опыт и развитие через развитие другого человека. Вот это вот такая интересная интересная виньетка, которая сейчас вышла благодаря вопросу. Спасибо за вопрос.